31 августа в здании администрации состоялось заседание административной комиссии. Какие правонарушения совершали граждане в последний месяц лета, смотрите в сюжете. Закрытие серии летних заседаний прошло под председательством Владимира Исаева. На повестку дня было вынесено 17 протоколов, 16 из которых за неуполнение требований, установленных правилами благоустройства. Из месяца в месяц этот пункт административного кодекса в Десногорске нарушают чаще всего. Как правило, противоправные действия объясняют отсутствием парковочных мест. Но такой аргумент не освобождает нарушителя от ответственности. Если вам надо подъехать к какому-то дому, то вы найдете такое место, где можно припарковаться, и дойдите до того места, где вам необходимо зайти в квартиру и когда-то. В том районе, как бы, там нет парковок. То есть, вы не ставите где-то на парковке за километр и идите туда, да? Ну, за километр ставьте, да? Вы задаете мне вопрос. Вы мне задаете вопрос за километр, я говорю, да. Но только не нарушайте. Сделать всё по правилам значит уберечь себя от наказания. Ведь предупреждений по данной статье не существует. Минимальная сумма штрафа, мера, которой чаще всего прибегают члены комиссии, составляет 4000 рублей. Предупреждение комиссия может назначить только в том случае, если соответствующая статья, она прописана в статье по со мной. В данном случае по этой статье это предупреждение не прописано, поэтому назначить мы его не можем. То есть, соответственно, только минимальный штраф. Таким образом, опрометчивое решение по остановке автомобиля на газоне или клумбе, даже если оно было кратковременным, может серьёзно ударить по карману водителя. Если нарушения зафиксировано не было и водителю удалось скрыться незамеченным, так может повезти не каждому. Подъезжающие автомобилисты часто следуют пагубному примеру и становятся на место уезжающих, тем самым нарываясь на штраф. Подъехала, негде было поставить. Оттуда выехала машина. Я быстро туда заехала, забрала ребёнка с температурой и поехала в больницу. Нужно было оставить, включить аварийку и бегать за ребёнком. Ну, не додумалась в тот момент. Ещё один протокол касался нарушения тишины и спокойствия граждан. По нему принято решение назначить наказание в виде предупреждения. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.